Обалдеть, сколько сюрпризов! Я не понимаю, что это. Ого! Ну как, мне идет? Всем привет! С вами Наташа Берсик, и сегодня нас ждет грандиозная распаковка Barbie Color Reveal 50 сюрпризов. Как вам размер коробочки? Она тяжелая, она большая, внутри что-то шуршит, стучится. Все это, конечно, очень манящее, особенно для детей, которые увидят это в магазине. Пока эти наборы вроде как не продаются в России, но я подозреваю, что стоить они будут как крыло самолета. У этого набора есть тематика Слэмбо Пати Фан, то есть пижамная вечеринка или девичник. И в девичнике примут участие Барби, Челси и их собачка. Цвет коробки очень красивый, повсюду звездочки и огоньки. Отрезала скотч на верхней крышке, и ее можно открывать. И сразу выпадает картонное колечко, которое было видно под прозрачной крышкой. Здесь различные забавные символы, единорог, сердечко, котик, радуга. Все это с перфорацией можно вытащить, а внизу, я так понимаю, указаны этапы распаковки. Внутри целая нарния с сюрпризами. Я уже начала немножечко вытягивать тубу с куклой, то есть она в центре. Купать куклу мы будем не в этой большой штуковине, а в стандартной тубе Color Reveal. Вот эти подарочки напоминают мне подарки, которые дети распаковывают до Рождества или Нового Года каждый день, и они даже пронумерованы. Также здесь есть пластиковые контейнеры, и какая-то игра и инструкция обернута вокруг тубы с Барби. Ого, это настоящая настольная игра! Пока правила игры мне не очень понятны, откуда-то нужно взять кубик. Картонные фигурки это, возможно, фишки для игры, и в процессе нужно открывать сюрпризы. Бумага, кстати, глянцевая, очень качественная. Таким образом выглядит игровое поле, и, я так понимаю, финал и кульминация игры это как раз проявление куклы. По бокам заготовки для того, чтобы сделать домик вигвам. Причем он двусторонний, можно сделать его синеньким, либо розовым и как будто с кондитерской посыпкой. С обратной стороны изображена комнатка, где у девочек проходит пижамная вечеринка. Почему-то они спят в спальниках, а не на кровати. Рядышком лежит попкорн, планшет, милые масочки и тапки. Ну, так себе вечеринка, честно говоря. Надеюсь, мы разбавим ее чем-то более интересным из этих коробочек. Я решила сразу собрать вигвам, и перфорация отходит очень легко. Вот такой примерно получается вигвам. Правда, я его не склеила. Кстати, сейчас подобные домики для детей очень популярны. Их заказывают в детские комнаты, и детишки там любят прятаться. Теперь давайте достанем куклу и инструкцию. Инструкция подробнейшая, и из нее понятно, как играть в игру и в процессе распаковывать сюрпризы. Мы с вами, конечно же, играть в игру не будем, иначе это видео затянулось бы на несколько часов. Но здорово, что для детей придумали такой игровой элемент. Сюрпризы на данный момент располагаются в несколько этажей, разделенных прозрачным пластиком. И я хочу все это сразу вывалить на стол, чтобы показать вам, как их много. Ну что, погнали? Обалдеть, сколько сюрпризов! И все это мы с вами сейчас будем распаковывать. Осталось только убрать разделители. Помимо прозрачного пластика были еще вот такие картонные с рисуночком мягкого коврика. Начинается игра с этой коробочки. Нужно сложить кубик. То есть в процессе игры выпадает один из цветов, и на такую клетку ты ходишь. Не на каждой клетке есть сюрпризы, есть и пустые. Поэтому процесс распаковки таким образом затягивают, но и делают интересным. Мы тоже начнем с этой коробки с конфетти и единорожками. Просто культурненько откроем ее сбоку. И внутри какой-то коврик, а точнее это спальный мешок. То есть в комнате для пижамной вечеринки будет не только нарисованный спальный мешок, но и настоящий. Нарисованные были однотонными, а этот с изображением разноцветных звезд на изумрудном фоне. Материал очень мягкий, бархатистый и приятный на ощупь. Наверное, сюда еще не помешала бы подушечка. Давайте первым делом пройдемся по всем коробочкам, потому что они самые массивные. И здесь мне попалась расческа и большой фонарик. Расческа с профилем Барби, и смотрите, как красивый ее хвостик превращается в ручку этой расчески. Фонарик массивный, его мощности точно хватит, чтобы подсветить вигвам и внутри рассказывать страшные истории. Вот это какая-то супер эксклюзивная коробочка, похожая на золотой слиток. Что же внутри? Конечно же, это Челси! Челси покрывает металлизированная серебристая краска. Цвет немножко уходит в голубой. Особенно на контрасте с Барби видно, что у нее краска серебристая, а у Челси голубоватая. И, кстати, на макушке Челси есть специальное отверстие для хвостика. На трех коробочках есть милые маски для сна. Они с перфорацией, то есть их можно вытащить, и ребенок может с ними как-то поиграть, сделать смешные фото. Открываем коробочку, и внутри парик для куклы Барби. Из инструкций я узнала, что игра с водой будет только с элементами одежды. На этот раз волосы не меняют свой цвет. И это золотисто-русый цвет волос с вкраплением голубых прядок и красных. Честно говоря, не самое выигрышное сочетание цветов, на мой взгляд, но волосы на ощупь приятные и блестят. Распаковываем дальше коробку с зайкой. Ну как, мне идет? Кстати, распаковывать эти коробочки намного приятнее, чем наборы 25 сюрпризов. Здесь все распаковывается просто, не нужно отрывать оконца. И в этой коробочке еще один спальный мешок из такого же материала, что предыдущий, но с другим принтом, похожим на кондитерскую посыпку. Мне кажется, или в этих спальниках сочетание цветов какое-то унылое, темное? Желтый цвет, не очень яркий, изумрудный тоже. Пишите в комментариях, нравится вам или нет. И еще в этой коробочке был набор стикеров, которые, скорее всего, светятся в темноте. Боже мой, это такая ностальгия! У меня в детстве были подобные на потолке. И на ощупь эти стикеры шершавые. Коробка с черной кошечкой. А внутри хвостик для Челси и поднос для вкусняшек. На подносе есть углубление. Наверное, можно будет поставить какие-нибудь стаканчики. И таким образом он выглядит с обратной стороны. А таким образом выглядит хвостик Челси, как одна из сторон парика Барби. Завит в крупную кудряшку. Наверху есть прозрачная резинка. То есть, это имитация завязанного хвостика из волос. Но на самом деле хвостик будет вставляться в голову с помощью этого пластикового штырька. С большими коробочками закончили. Теперь давайте откроем маленькие. В коробке с единорожкой лежанка для собачки зеленого цвета. По бокам имитация объемного материала со складочками. Внутри подушечка с красивыми креативными узорами. И таким образом лежанка выглядит с обратной стороны. Следующая коробочка. А внутри как раз собачка. И для нее вкусняшки. Это те самые каноничные косточки для собак из мира Барби. Ну а собачку мы будем проявлять в воде, как и кукол. На ней сейчас красивая глянцевая фиолетовая краска. Со средними коробочками все. Переходим к контейнерам. Это пластиковые контейнеры с бумажной крышкой. И внутри попкорн. Это не классический киношный попкорн, а вот такая пиала красного цвета. И внутри много-много желтого попкорна, который мне почему-то больше напоминает мелкие макарошки с сыром. На попкорне как раз есть специальный выступ, и можно разместить его на подносе. Стоит устойчиво и не падает. Следующий контейнер со смешными котиками. Внутри пакетик с подушкой для шеи. Подушка с мордочкой котика с ушками. И кстати, на этом контейнере как раз был котик, а на предыдущем еда и попался попкорн. То есть есть связь. Подушка выполнена из очень приятной мягкой резины. Куколке будет удобно с ней чилить. Раз уж содержимое связано с изображением на картонке. Очень интересно, что же там такое радужное. Я не понимаю, что это? Что это за микро-щенок? С радугой он не связан, но это прям милый сюрприз. Вблизи он такой суровый, а издалека крохотный. И его мы тоже будем проявлять водички. Кстати, вот так он смотрится со второй большой собачкой. Краска на нем отличается, она розового цвета. Открываем контейнер с изображением какой-то вкусняхи. Но внутри не вкусняха, а еще один щенок. Этот в золотисто-оранжевой краске. Финальный контейнер с бабочкой. А внутри плюшевый мишка. Его не надо проявлять в воде, он уже готов к употреблению, к любви и ласке. Заметили на его лапках сердечки. У мишки молдированная шорстка, черные глазки, бусинки и есть милый хвостик. Контейнеры закончились, поэтому переходим к вот таким картонным коробочкам. Первые шорты для Челси с милыми сердечками. Вверху они на резинке. Выполнены из мягкого, приятного на ощупь материала. Такие же веселые сердечки были на наклейках и на следующей коробочке. А внутри обувь для Барби. Похожа на милые Угги. Обувь выполнена из резины. С обратной стороны разрезик и внизу логотип Барби вместо надписи Уг. Таким образом выглядит подошва. Она рельефная и также есть надпись Барби. То есть, выходит Угги у Барби вместо тапочек? Видимо, дома холодно. Проблемы с отоплением. Открываем звездную коробочку. И внутри смартфон и ноутбук. Смартфон Барби красного цвета. С передней стороны наклейка с приложениями. В том числе есть иконка с профилем Барби. С обратной стороны есть держатель для руки куклы. И здесь тоже профиль Барби. Также профиль есть и на ноутбуке. Открываем ноутбук. И здесь своеобразная наклейка. Видимо, ее хотели сделать реалистичной, но получилось как-то размыто и непонятно. Здесь какие-то графики, чаты. Воу, Барби! Пижамная вечеринка это повод отключиться от всего этого и отдохнуть. Кстати, закрывается ноутбук очень плотненько на щелчок. Заглядываем в следующую коробочку. И здесь какие-то вкусности для вечеринки. И здесь не очень реалистичное печенье на оранжевой тарелке. С обратной стороны есть выступ для подноса. И милая вафелька в форме звезды на белой тарелочке. Она мне понравилась больше. С обратной стороны также есть выступ. Что же в этой коробочке под номером 14? Пицца! Наконец, пицца! Какая пижамная вечеринка без пиццы? Боже мой, как мне пиццы захотелось! Барби, зачем же ты это делаешь со мной? Пицца, кстати, выглядит довольно реалистично, но при этом она такая глянцевая, аж вся сияет. Ну, будем считать, что она просто жирненькая и вкусная. И в следующей коробочке спонжик для того, чтобы проявить детали на одежде кукол. А в этой коробочке шортики. Только, видимо, уже для Барби. Это розовые шорты со звездочками и единорожками. Вверху на резинке. Заметили, что розовый цвет снова не яркий, а такой темненький, и в сочетании с изумрудной каймой. Забыла вам показать, что в коробочке с пиццей были еще розовые тарелки с кусочками. Какая-то магия! Пицца была целая, а кусочки уже положили. Вам уже кажется, что коробочек бесконечное количество? И это мы еще не перешли к маленьким. Так, внутри этой коробки были тапочки Челси. Похожи на калоши. Обувь необычная, с большим количеством бахромы, я так понимаю. С обратной стороны есть разрезик, и таким образом выглядит подошва. На ней написано Челси. Еще одна коробочка с веселыми сердечками, а внутри тарелочка и мед. На розовой тарелке самая плоская яичница в мире. Она просто нарисована. Медик выполнен из полупрозрачного желтого пластика. Это такая бутылочка в форме мишки. Друзья, остались только маленькие коробочки, но их семь штук. Погнали! И это стаканчики в количестве две штучки оранжевого и розового цвета. На донышке вновь профиль Барби. Ух, здесь что-то прям плотненько набито. Был большой пакет, а аксессуары наоборот мелкие. У девочек вечеринка с ночевкой, поэтому обязательно перед сном почистить зубы. В комплекте вот такая паста с надписью Барби и две розовые зубные щетки. Точнее, цвет у них отличается. Одна темнее, другая светлее, чтобы девочки не перепутали. Открываем дальше. И в этой коробочке спальные маски. На них изображены закрытые глазки. Маска Барби выполнена из резины. С обратной стороны на ней есть замочек. В свою очередь маска Челси выполнена из пластика, но у нее другой способ закрепления на голове куклы. У нее есть дужки, как у очков. Следующий сюрприз. Это миска для собаки. И подобную мы с вами уже видели в распаковках Color Reveal. Миска пустая. Где еда для питомца? Может быть, она в этой коробочке? Нет, здесь молоко. Такое смешное молоко с изображением пятнышек и мордочкой коровы. И на донышке также есть выступ для закрепления на подносе. Предпоследний сюрприз. И это кувшин с водичкой, судя по всему. Он голубого цвета, становится более прозрачным вверху. И внизу тоже есть выступ. Финальный сюрприз. Это мишка для Челси. Вот такой малыш. Он как будто с нами здоровается и выглядит как младший братик большого медведя. А где у маленького мишки хвостик? Кстати, на маленьком мишке есть рельеф и строчки, как будто его сшили самостоятельно. Кстати, я вспомнила, что еда для собачки была. Это косточки. Но как-то не густо, честно говоря. Придется делиться пиццей. И таким образом выглядит все, что мы распаковали. Вроде бы сюрпризов было так много, а смотришь, вроде не очень много. Потому что многие сюрпризы по размеру очень маленькие. Ну и, наконец, проявляем Барби. Опускаем ее в водичку. И будем смотреть, как отходит серебристая краска. Смотрите, кукла в воде сразу стала матовой. Но при этом красочка отходит красивая серебристая. Ну что, какая вам больше нравится водичка? Золотая или серебристая? Мне кажется, я за серебро. Разводы у меня ассоциируются с какой-то грозовой пушистой тучкой. Кстати, по-моему, уже все готово. Краска сошла. И у нее не тот купальник, который я ожидала. Посмотрите, как красиво сейчас смотрится вода. Такими равномерными разводами. Но вернемся к кукле. Меня удивило то, что на ней не такой купальник, как я видела в инструкции. Парик попался точно такой же, хвостик у Челси такой же, а купальник другой. Значит, в этой коллекции как минимум неизвестно, какой купальник у куклы попадется. Мне попался изумрудный с изображением единорога. И в теплом виде у единорожки закрыт глазик, но если прикоснуться ледяным спонжиком, то глазик открывается. На голове куклы молдированы и нарисованы желтые волосы. Прям ярко-желтые, нереалистичные. При этом у нее классическое лицо современной куклы Барби с большими глазками голубого цвета, розовыми губками и улыбкой. Отправляем в заплыв Челси. Не терпится посмотреть, как окрасится ее водичка. Кстати, для ее проявления я использую тубу из предыдущих обзоров Color Reveal, потому что в комплекте здесь ничего не идет. И водичка становится металлизированной голубой. Вот такая веселенькая Челси получилась. У нее свой самобытный купальник, то есть он не идет в компанию к купальнику Барби. Учился он красного цвета, с сердечками-смайликами. Куколка тоже голубоглазая, и волосы ее тоже окрашены в яркий желтый цвет. Ой, а мордочки-то у сердечек можно спрятать с помощью теплой ручки или теплого дыхания и вернуть с помощью льда. Все, мордочки вернулись. Ну что, финальный пижамный образ Барби. Своеобразно, конечно. На ногах Уги. Шорты такого цвета, как будто они уже старенькие и застиранные. Да и изумрудный цвет смотрится как-то непозитивно в этом образе. В общем, ну такое, я не впечатлена. И таким образом на куколке смотрится паричок. Пишите в комментариях, как вам образ. Образ Челси мне понравился больше, он как-то поярче, попозитивнее. Правда, тапочки у нее тоже странные. На рисунке были такие милые тапочки с мордочками животных, а в реале какие-то супер теплые и непонятные. Таким образом в голове смотрится хвостик. Да, из головы торчит полупрозрачный штырек, и сюда он прикрепляется. Смотрится очень инородно, потому что желтый цвет волос совсем не похож на цвет волос в хвостике. А теперь давайте проявим щенят. Сначала большого. Занырнул малышок, и вода становится молочно-фиолетовой. Цвет очень красивый, такой сливочный. Ну что, достаем. И это вот такая серая собачка с черными глазками, бровками, коричневым носиком и в игривой позе. Как видите, еще не вся краска отошла. На эту ясельную группу, пожалуй, потребуется совсем мало водички, чтобы проявить такого щеночка, но при этом хотя бы увидеть цвет краски, который отходит. Ну, вроде бы видно, что это пастельно-розовая водичка. Ну что, вот такой песик-барбосик. Не сильно он повеселел после проявления. Че-то пижамная вечеринка ему не по душе. Косточек мало, я же говорила. И запускаем оранжевую. Ух, вода прям заметно становится ярче. Цвета облепихи. Че-то с него тяжко сходит краска, но по сути он такой же, как и предыдущий, только коричневого цвета. И представляю вашему вниманию пижамную вечеринку Барби. Мне одной кажется, что фон, на котором располагаются аксессуары, выглядит ярче и позитивней, чем все, что попалось в коробочках. Ладно, некоторые аксессуары действительно прикольные, но не все. Да и образы кукол как-то мне не очень понравились по цветам. А еще у меня здесь ноутбук в краске, камера в краске, я в краске. Представляете, что будет с детьми после этой распаковки? Но в любом случае это весело, особенно в игровом формате. Пишите ваше мнение об этом наборчике в комментариях, было ли вам интересно смотреть распаковку. Если так, то не забудьте поставить лайк этому видео, чаще улыбайтесь, любите котиков и устройте себе веселую пижамную вечеринку с вкусной пиццей и попкорном. И всем пока-пока!